Данная автомобильная система предназначена для противодействия мультикоптерам. Основное ее достоинство в том, что данное изделие может эксплуатироваться как в подвижном варианте, так и в стационарном. Предназначается она для защиты небольших объектов от несанкционированного пролета на них беспилотных летательных аппаратов. В последнее время беспилотные аппараты начали доставлять слишком много проблем различным объектам, инфраструктурам и в принципе так же, как и воинским подразделениям. Поэтому был придуман данный вариант, который мог бы обезопасить колонну машин, какой-то небольшой объект от того, чтобы на ее территории был несанкционирован, доставлен какой-то взрывоопасный груз или же произведена какая-то разведывательная съемка. Состоит из модуля управления, который находится здесь внутри машины. Он позволяет видеть, какие беспилотные средства у нас находятся в воздухе. С помощью данного устройства происходит их идентификация и оператор машины может принять решение по подавлению каналов управления беспилотными летательными аппаратами. В кузове данного автомобиля находится подъемник, на котором установлен сам блок передающих антенн. Здесь уже формируются блокирующие сигналы, которые обеспечивают срыв управления беспилотными аппаратами и не позволяют им подлететь на необходимые дистанции к охраняемым объектам. На экране отображаются каналы радиосигнала. Она может работать как в автоматическом режиме, так и под управлением оператора. Здесь есть возможность выставления автомата, есть возможность снятия маски экрана. Как в данном случае у нас на некоторых диапазонах частот используется очень много радиосредств, в том числе и отображается ваш канал, который работает. На нижних двух экранах видно серым цветом отображена работа беспилотных летательных аппаратов, которые уже летали тут раньше. Это накопление произошло того, что было. Данное изделие обеспечивает работу в достаточно широком диапазоне частот, может работать как со стационарными беспилотными летательными аппаратами, так и производимых кустарным способом. Он может ехать и работать, он может остановиться работать, при этом и в движении может приподнять свою антенну для улучшения качества приема и подавления. Способен выполнять задачи фактически в любых условиях обстановки. Данное автомобильное шасси позволяет ездить не только по шоссейным дорогам, но и по бездорожью. Фактически единственным, наверное, препятствием для него являются это водоемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok